Наш вкус, наш вкус растворяется, наш вкус растворяется там, когда мы измеряем вещи, опираясь на подобный стандарт нашего сердца. Гьян направил самудапаси на монтейне. Помести себя в среду, которая является своего рода ограниченном в безграничном. Или безграничным в ограниченном. Гьяна Шинья Бхакти за пределами стадии, той стадии, на которую мы стремимся к познанию безграничных характеристик Высшего Начала. Эти безграничные характеристики не слишком вкусны. Таково утверждение преданных и Маха Прабху. Попытка измерить, оценить Айшварию, величие, могущество, все эти реалии, великие атрибуты, какими бы они ни были, но все это не послужит достижению нашей цели, нашему высшему интересу. Мы ограниченные крошечные существа, и мы должны занять такую позицию, такое положение, в котором, которое будет на первый взгляд, как будто бы ограниченной средой. И безграничные характеристики должны остаться ниже, ниже или позади. Это мы находим в таком явлении, как Гьяна Шинья Бхакти, Бхагаватам. Это позиция, среда наиболее подходит, в высшей степени подходит, и благотворно для нас, ограниченных существ, мы можем выжить в такой среде в наибольшей степени. Таково заключение, вердикт. Не, пытайся оценить безграничные характеристики Абсолюта. Там ты будешь в проигрыше. В таком случае попытка оценить, измерить, приведет к краху. Ты не сможешь, ты не можешь, ты не получишь ничего, в ответ никакого блага. Поэтому Гьяна Шинья Бхакти, пытайся достичь измерения нежности и любви. Там ты будешь в выигрыше, в наибольшей степени. Максимальный выигрыш ожидает тебя там. Такова суть учения Бхагаватам, квинтэссенция, учения Бхагаватам и Махапрабху, Гьяна Шинья Бхакти. Но иногда это необходимо проповеднику, проповеднику, чтобы доказать, подтвердить, доказать, показать публике, каким статусом наделена Гьяна Шинья Бхакти. Отсюда необходимость антологического сравнения и анализа. Но в конечном счете, мы принимаем это, анализ и обсуждение, только для того, чтобы похоронить это явление, анализ, похоронить, закопать землю и посадить на холмике кустик Туласи. Это лишь косвенный аспект наших попыток, наших усилий, не прямой, не непосредственный. Не обращаясь к попыткам, не прибегая к попыткам знать, знать и понимать, отвергая этот элемент внутри нас, отвергая его с самого начала, мы можем достичь высочайшей точки. Бхакти Вино Такур сказал, что Каништа Адхикари, если Каништа Адхикари по своей удаче соприкасается с Уттама Адхикари, Мадьяма Адхикари — это океан, океан науки, знания, то такое удачливое Каништа Адхикари может бессознательно пересечь этот океан и ступить в измерение Гьяна Шуния Бхакти, Прэма Бхакти. И Гьяна приводит нас к Прэме и исчезает там. Но Каништа Адхикари, если по своей удаче с самого начала встречается Уттама Адхикари, тогда бессознательно, неосознанно он может пересечь океан знания и утвердиться в измерении преданности, на стадии преданности. Амадьяма Адхикари — это несколько опасное положение. Иногда мы можем погибнуть в гуще расчетов, оценок, анализа. Подобная возможность существует, если у нас нет подлинной связи с школой высшей преданности. Это опасная зона. Мадьяма Адхикари — зона, в которой мы суть субъекта, а все реалии суть объекта моей оценки, моих расчетов. Подобная позиция опасна, поскольку не признается существование сверхсубъекта, которое я всегда должен сознавать. Я всегда должен сознавать, что высшая область обладает субъективным характером, является субъектом, не объектом. Если мы имеем такого рода представление, сумеем обрести, тогда есть возможность, шанс, тогда возможность совершения ошибки, заблуждений очень мала. Они считают, что они осознают Брахму, но не в силах подняться с существования пара Брахма. Они считают, что джива равноценна Брахману, Брахме, но есть также пара Брахма. Пурушо там аспект имеет место быть, аспект Васудева. Подобные гьяни редко встречаются. Такой гьяни, который Васудева-сарвам, который способен видеть, осознавать пара Брахмана, Пурушо-таму. Гьяна очень опасна. Тенденция знать. Я буду знать все. Я субъект, а все реалии будут моими объектами. То, чего не может быть в юрисдикции моего объективного опыта, я не буду признавать существование этих реалий. Вне юрисдикции моего опыта. Их существование вовсе не стану признавать. Но измерения Адхокшаджи, Рамануджа, Мадхуачарья, все вайшнарские ачарии отвергают подобную позицию. Я субъект, и все должно быть объектом моего знания. Тогда я буду гарантом их существования, иначе их существование невозможно. Подобная позиция очень опасна, и майавади заканчивают на этой стадии. А те, кто действительно способны принять существование высшей субъективной области бытия, я субъект, а все эти реалии суть объекта, но далее существует высшее существование, по отношению к которому я являюсь объектом. Я объект, а он субъект. Таким образом, мы приходим к безграничному, и только благодаря посредствам Севая мы можем пройти сквозь, а мы можем обрести доступ достичь. Я не могу пешком пройти по воде ногами, я не могу пешком дойти до Луны. Только принимая природу служения, мы можем достичь. Это самый важный фактор. Это фундамент подлинной преданности. Существует обидель царства, которое состоит из субстанции более высокого типа, нежели вещество, из которого состоим мы. Земля, вода, воздух, все остальное, все реалии в измерении Вайкунтхи состоят из сознания, и сознание более высокого качества, нежели тот материал, из которого состоим мы, наше существование. Это идея. Эту идею мы должны пытаться лелеять, культивировать и понимать, осознавать. Тогда мы можем иметь, приобрести определенное представление, в какую страну мы собираемся, где живет Бог, где живет Бог, какова природа этой земли. И это не воображение, не спекуляция, не галлюцинация, но это нечто конкретное. мы можем обрести такого рода веру в себе. Высшая субъективная, высшая, высшая сверхсубъективная область бытия. Есть грязь, земля, вода, камни, железо. Таким образом, развитие в грубом, в грубом измерении, в измерении грубого бытия вода и степень и степень грубости может быть бесконечной, также и степень тонкости может быть бесконечной в субъективном измерении бытия. Это мы должны постараться осознать, и тогда наша религиозная жизнь будет подлинной, реальной, а иначе воображение, мы не можем на него уповать. спекуляции, эмоции, я думаю, что я достиг всего чего угодно, но подобно упоминается имя некоего человека и его братьям. Но это не воображение, это реальность. И какого рода реальность? это мы должны понять, понять, то будет базис, вышеописанное, фундамент нашей религиозной жизни, концепция, будет фундаментом. И тогда мы сумеем знать, каков наш прогресс, наш прогресс. Он подлинный? Он реальный или он воображаемый? Воображаемая вещь не есть подлинная вещь, настоящая, реальная. И эти реалии горки-шор Бабаджи Махарадж жил в хижине на берегу Ганги. Один другой джентльмен также одел такие одежды. Бабаджи построил хижину, другую хижину неподалеку от хижины Бабаджи Махараджа и начал имитировать Бабаджи Махараджа физически. Его одежду, его манеру принимать пищу и другие процессы. Начал имитировать, подражать им. И кто-то пришел и рассказал об этом Бабаджи Махараджу. Возможно, то был его человек, который питал определенное уважение к Бабаджи Махараджу. И Бабаджи Махарадж, горький Шур Бабаджи Махарадж, заметил, «Если женщина входит в палату роддома, родильного дома и подражает криком роженице, женщины, которая рождает ребенка, то обычно, когда женщина рождает ребенка, рожает ребенка, то она испытывает боль и кричит. Но если женщина в утробе, которой нет ребенка, входит в палату родильного дома и имитирует крики роженицы, то ребенок не появится на свет. Лишь физическая имитация саду не поможет, не сработает. шудха сатвы шудха сатвы шудха сатвы сатва гуна сатвараджатама шудха и сεις сатва Махадеф говорит с там. Это конкретная реальность. Знание, сознание более тонкая субстанция, нежели железо и глина. Это нечто чудесное, это сознание, это разум, способность, понимание, нечто чудесное, удивительно по сравнению с глиняным горшком или железом, куском железа. Также и здесь саттва-гуна, которая находится в рамках этого материального мира и существует вишудха-саттва, субстанция, которая не связана с материальными реалиями. Она может сознавать себя вишудха-саттва. Мир, о котором идет речь, состоит из сознания. Он не имеет ничего общего с материальной субстанцией. Если мы познаем этот мир, то мы видим все более и более тонкие и тонкие уровни существования. И в конечном счете зенитом является премоль, любовь. Имеется этот духовный мир. Что есть ва-су-дэв? Ва-су-дэва. Ва-су-дэв означает вишудха-саттва, тончайшая субстанция, тончайшая субстанция. И если мы способны, сумеем обнаружить, найти пурушу, господствующий аспект высшего начала, личность в этом измерении, в тончайшей концепции духовной субстанции, если благодаря близкой связи мы сумеем распознать личностное бытие, тогда это ва-су-дэва. Ва-су-дэва. Это более не субстанция объективного существования, но субъективного существования. Мы можем увидеть ее пара-брама-васу-дэва. Махадев говорит, Моя голова всегда склоняется к стопам этого бытия, это вишудха-саттва, субстанция. Эта субстанция известна как ва-су-дэва. Есть ва-су-дэва, Отец Кришны, и другой термин слова – ва-су-дэва. Высшая субстанция. Высшая бытие. Высшая бытие. Ва-су-дэва. И моя голова говорит, Господь Шива всегда склонена, я всегда сознаю тот факт, и я всегда связан, я привязан к такому сознанию. Поэтому я не могу обратить мою голову в любом другом направлении и склониться к стопам моего так называемого взятого Дакша. Это тот эпизод, когда Деви, Дургадеви, спросила Шиву. История такова. Дакша, Отец Сати, устроил жертвоприношение и пригласил всех богов. И они пришли. И Шива также присоединился. Но Брама, Отец Дакши, не оказал никакого почтения Дакши. Вишну Нарайна, оказали Дакши определенное почтение. А, то есть Брама и все остальные оказали Дакши почтение, но Шива не стал этого делать. Дакша был разгневан. Я его... Зять, тесть, как же он не оказывает мне почтения, и он устроил другое жертвоприношение. И пригласил всех богов на это другое жертвоприношение, за исключением Махады, чтобы оскорбить его. Он начал большее жертвоприношение, церемонию жертвоприношения, и не послал приглашение Шиве. Тогда все отправились на эту церемонию. И поскольку Шива не был приглашен, то дочь Дакши, супруга Шива, Сати, не могла пойти, поскольку ее муж не был приглашен. Тогда она была не в силах сдержать свои чувства. Она попросила позволения у Шива. Она сказала, попросила, позволь мне принять участие в этой церемонии. Махады ответил, он намеренно, сознательно исключил нас из списка приглашенных, оскорбил. Если ты отправишься туда, то удачи не жди, тебе лучше остаться дома. Но она наставила, она говорила, это дом моего отца, многочисленные сестры и другие подруги и так далее, родственницы придут, а я не приду, как это, это немыслимо. И тогда, если ты позволишь, мне просила на Шиву, я... И Шива, в конце концов, отпустила ее, Сати. Сати спросила, почему ты не выразил почтение так же? Ты не выразил ему почтение? Он твой родственник, близкий родственник, старший. Ты должен был выразить ему определенное почтение. И в ответ на это Шива произнес эту шлоку, Деви сказал, По правде говоря, мое сердце или моя голова всегда связаны с Васудевой. Где этот Васудева? Вишуда Асатва. У Васудева есть Вишуда Асатва и тот, кто... Кто находится в этом измерении, в измерении Васудева, тот, кто пребывает в этом измерении, измерение высшей субстанции, измерение, основанием, фундаментом которого является Васудева, тот, кто живет в этом измерении и живет и действует. Перед этими личностями я склоняюсь. Моя голова всегда склонена к их стопам. И склонить мою голову перед стопами любой другой личности я не могу. Для меня немыслимо. Поэтому я не смог выразить почтение. Так же, мое эксклюзивное и окончательное... почтение обращено к Васудеве, этому измерению. И оставить это положение, эту позицию и выражать почтение, кому бы это ни было другому, для меня немыслимо. Я не хотел его оскорблять, но факты, факты таковы. Есть также позитивный смысл в этом эпизоде. Отсюда эта шлока — Вишуда-сатва. Сатва — высшая субстанция. И затем Вишуда-сатва — более высокая. И там мы находим изначальную концепцию. А этот мир — лишь искаженное отражение той изначальной концепции или субстанции. Смысл всего, когда упряжь снята с лошади, то лошадь устремляется лишь в одном направлении. Смысл различных стадий, как в Харе Кришна Махаматре, повсюду. Каждая мантра — Веда. Смысл есть поверхностный и внутренний, и более, более, все более, более, более внутренний, глубокий. Смысл всего и вся связан с Кришной в конечном счете, абсолютным благом, самодерцем, любящей субстанцией, субстанцией любви. Смысл будет варьироваться в зависимости от стадии. Концепция Солнца — представление о природе Солнца. Ребенок может иметь определенное представление о природе Солнца. Человек взрослый будет иметь более глубокое представление и так далее. Ученый, его представление еще более развито. Таким образом, все достигает безграничного положения в связи с ним. Все безграничное. Все безграничное. Перспектива души также безгранична. И в конечном счете приходит Гьяна, Шунья, Бхакти и принимает определенную форму там, в этом измерении. Гьяна, Шунья. И когда мы находимся на стадии расчета, оценки измерения, все становится бесконечным, безграничным. А когда мы вновь достигаем положения вкуса, тогда происходит локализация. Путешествие окончено, и там строится хижина. И мы начинаем жить и наслаждаться жизнью, совершая определенный долг, обязанность. То есть, Бхапрабху просил, придите к этой стадии и живите. И постройте хижину и живите там. И больше ничего не надо. Гьяна, подобно лошади, которая запряжена в упряжи, и мы можем ездить на ней, ехать на ней, скакать и совершать прогресс. Но обычно Вираджа и Брама Лока — это окончательная станция, остановка. Буддисты останавливаются на стадии Вираджа, а последователи Шанкары и колесницы останавливаются на стадии Брама Локи. Затем приходит Рама Нуджа. С помощью преданных примет служение, виза, виза. Необходима виза. Чтобы получить визу, ты должен служить интересам той земли, интересам какой-то личности, которая обитателя той земли, служить интересам. Если обитатель будет удовлетворен, тогда ты получишь визу. Определённый интерес. Если ты хочешь вступить на ту землю, то ты должен заинтересовать ту сторону, ту страну, и тогда тебе будет выписана виза. Не твои интересы. Ты будешь преследовать, но интересы той страны, той страны. Тогда тебя пустят туда. Твой ручей, ты будешь служить, ты собираешься служить, не грабить ту страну. Но ты должен служить какому-то интересу той страны, тогда тебе будет дан доступ. Твой ручей, ты должен служить, не грабить ту страну, не грабить ту страну, не грабить ту страну. Махарадж, почему мы повторяем имя Кришны, существует великое множество имен Кришны, Гопал, Говинда, Васудева, почему это имя, именно это имя, Кришна, мы воспеваем? Соответственно, положение индивидуальной реализации. Кришна — это также Вайкунха имя. В Веде упоминается имя Кришны, имя Асуры, демона, Кришна. И в измерении Вайкунхи также Нарайна находится в центре, и 24 проявления личности. Его проявления вокруг Него, и имя одной из этих личностей, Его проявления также — Кришна. И когда речь идет о своем Бхагаване, Кришне, то опять же присутствует градация, дифференциация. Дварака — Кришна, Матхура, Кришна, соответственно, качество дифференциации. Имя Кришна будет обладать тем или иным значением. Майаваде смыслом. Майаваде также имеют определенную, пытают веру в Кришну, но это все на этой стороне, в Майи. Они также почитают Кришну, но Браман, с их точки зрения, выше Кришны. Соответственно, в природе реализации смысл наполнения этого имени варьируется, различается. И источник вдохновения, направляющего нас, зависит от этого. Кришна, который способен привлечь каждого. Кришна Акаршина — центр гравитации, способный влечения, способный творить космос, влечение, притяжение. Солнце, Луна, многочисленные планеты и звезды, все они зависят от гравитационной силы, силы тяготения, тяготения, влечения. Многочисленные частицы, атомы, молекулы, электроны, благодаря силе влечения, притяжения, они порождают реалии различной формы, различного цвета. Все суть комбинации сил, или силы влечения, в зависимости от влечения, и это влечение может быть той или иной природой. В противном случае все бы растворилось, не было бы образа, фигуры, ничего. И когда влечение наделено жизнью, тогда это любовь и центр любви. Центр любви. Твоственник, позитивные и негативные аспекты присутствуют в нем, и они влекомы друг к другу. Каждый испытывает влечение, обладает силой влечения. И абсолютное влечение есть Кришна. И когда это влечение живое, то это любовь, центр любви, центр према есть Кришна. И нет необходимости ни в чем иному. Это необходимость, потребность, большой буквы для всех и каждого. Влечение. Влечение. Кришна привлекает, влечет в полной мере, в полной мере, безраздельно. Я чувствую, когда в исправе имя Кришны, что каждый узел испытывает влечение. Влечение. Безраздельно, тотальное. Тотальное влечение всего и вся. Это влечение к этому центру Кришна, Кришне. И мы должны осознавать этот факт. Фундаментальный принцип нашей жизни таков, почва, где мы стоим, измерение, влечение, влечение. Фундаментальный принцип, основа нашей жизни есть влечение. А там, где в космосе, космонавты не способны ходить, там, где нет влечения, нет тяготения. Не так ли? Мы читали об этом в газетах. Космонавты, когда выходят в открытый космос, из, как это называется, шара, говорят предные, спутника, ну, из спутника. Когда космонавты выходят в космос, в вакуум, то не могут ходить, они должны словно плавать. Нет гравитации. Да, нет гравитации. Таким образом, влечение — это основание, основание нашего бытия. Если нет влечения, то мы не можем жить, существовать. Влечения помогают нам в каждой фазе нашей жизни. Мы не можем отвергнуть его целесообразность и необходимость ради нашего бытия. Но мы должны сознавать этот факт, эту истину. И наше удовлетворение находится, связано с этим явлением. И любовь также привлекает. Если речь идет о живом влечении, физическое влечение — это гравитация, но физическое, живое влечение — это любовь, это очень счастливое явление, радость, источник радости, счастья, несомненно, влечение. И высочайшая точка влечения наделена природой любви, любящей, любящей, чарующей и способной положить конец нашему поиску, исследованию. Если мы удовлетворены любовью, тогда наше ваше воображение и чаяние, стремление к дальнейшему поиску, этому приходит конец. Я обрел желанную, достиг желанной цели — вкус любви. И этот вкус кажется мне высшим, высшим. Мы можем остановить, наше путешествие заканчивается на этом, если мы достигаем земли любви, земли любви. И это явление детальным образом дано в Бхагаватах. И проповедано Махапрабхуше и Чайдане Девам. Прэма, Бхагават Прэма, мистическая реализация очарования и красоты. Это наш внутренний поиск обращен к этому. Мы должны распознать, увидеть это явление, встретить его. В глубине сердца стремление, поиск обращены только к этому явлению, способному утолить нашу жажду и ни к чему другому. знание только поиск, но поиск ради чего? Исследование чего ради? Зачем? Для того, чтобы найти внутреннее удовлетворение. Мы исследуем нечто, чтобы удовлетворить наш внутренний интерес. Но когда мы находим, тогда исследованию приходит конец. Дальнейшее исследование, в нем нет смысла. я обрел, достиг желанной цели, достиг того явления, которого искал жизнь за жизнью. И это према, нежность, любовь, красота, очарование. Мы можем прекратить наш прогресс гарантированно. У нас есть гарантия. Гарантия, гауд, 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 гауд. Нига, гауд, 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 гауд. Карма заканчивается там, где начинается знание, когда ты обретаешь служение мне, мою Севу, тогда всё, всему остальному приходит конец. Все остальные явления отвергаются, отбрасываются тем, кто занят служением мне. Такой человек является высочайшим среди всех йоги и всех йоги, гьяни, тапасвей и карми. Тот, кто приходит ко мне и полностью вовлечён, стопроцентно вовлечён во служение мне. Я считаю его высочайшим. В противном случае существует множество тапасвей, йоги, карми, гьяни и так далее, сидха, студента. Но тот, кто обрёл служение мне, для него жизнь студента заканчивается, студенческая жизнь, поиск, исследование. Он будет занят тем, как удовлетворить меня и будет задействовать все свои таланты в этой нитья Севи. Она также обладает безграничной природой, неограниченной. Различные департаменты служения и они развиваются, а прогрессируют. Гирлянды, одежда, постель, еда, различные департаменты. Служение присутствует там, и этот человек занят служением и полностью поглощён выполнением своего долга. Долг каждого безграничен, безграничен. Ты можешь использовать свои таланты максимально эффективным образом, чтобы показать, как ты улучшаешь служение, которое ты совершаешь, служение. Не исследование, не поиск любой другой удачи. Ты перестаёшь быть искателем удачи. Ты более не ищешь удачи. Удача пришла, и там ты демонстрируешь свой гений в выполнении своих обязанностей. ГОУУХАНИТ! ГОУУУХАПА ГОУУХАhhh ГОУУХА잇! ХОУУХАЗИ! ХОУУХАА топат! unun ШОМУХАл! Ведь там что mais Prodi General! Г Deinkle J unchallon Вегет готов! Гвид Ге! гвид Г以前 Ди framed Фу Чы Махапрабху, Гавраан Гошиндава. Махапрабху, 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 Гавраан Гошиндава. Прабудананда Сарасвати говорит «Гауранга Нагаравара». Нагара означает горожанин. Житель города, горожанин Гавранга Нимай, он танцует со своими спутниками Гавранга Нагаравара. Нагара означает не просто горожанин, не обычный горожанин, но тандартный горожанин, приличный горожанин, у которого есть средства и какие-то способности, а также разум и живые таланты и ресурсы. Нагара. Он танцует, извлекая нектары своего собственного имени. Он пьет нектар, внутренний нектар, свой внутренний нектар и танцует. Таким рисует Гаврангу представляет Прабудананда Сарасвати, гуру Гопала Бхата Госвами, брат Венкаты Бхаты. Он написал «Рада Раса Суданидья» и также «Вриндаван Шатака Навадвипа Шатаку». Очень высокий, глубокий стиль, всеобъемлющий, впечатляющий и также а различные чувства, выраженные в его произведениях, могущественный стиль. И перевод Бхакти Виноды Такура этой санскритской поэмы на Бенгале кажется в высшей степени прекрасным и оригинальным. Можно подумать, что это не перевод, но кажется, что этот перевод обладает оригинальными характеристиками. Такое качество мы находим в нем. Перевод кажется оригинальным, оригинальным произведением. Подобная характеристику, таков характер этого перевода. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. – Тот, дело которого состоит в том, чтобы раздавать свое собственное настроение другим, какой цель у жизни. Прямой контакт с Кришной. Но сама природа этих сакхи подруг Радхарани такова, что они никогда не хотят непосредственного контакта с Кришной. Всегда тенденция служения, сама их природа, тенденция служить, природа служения такова, что они стремятся к максимальному удовлетворению Кришны. И в полной мере осознают то обстоятельство, что только Радхарани может быть источником такого счастья для Кришны. И мы все чувствуем, они должны помогать Ей. Если мы станем помогать Ей, служить Ей, помогать Ей удовлетворять желания Кришны. И таким образом мы обретем большее благо, благодаря этому процессу. Если мы придем, отправимся к Кришне напрямую, мы окажемся в проигрыше. Но если мы обратимся к Кришне через Радхарани во всех отношениях, то во всех отношениях мы обретем большее благо, большее благо. Поэтому Радха Каинкарием, Радха Дасиа — это явление, указано нам в качестве высочайшего, высочайшая цель. Рада Каинкарием, Радха Дасиа. Каинкаря — Кришне, служение Кришне в общем смысле, в общем и целом, но в частности мы, имеется в виду, в связи с Мадурой расой, с Вацалиой расой, с Акхьяой расой, Гуру представляют высочайшее положение, высочайшую концепцию. Он занимает высочайшее положение в каждой расе. Прямой слуга Кришны, непосредственный слуга. Высочайшая концепция. Но относительно, относительно говоря, есть также под началом Радхарани группа Лолиты Сакхи, многочисленные группы Сакхи и группа Манджари, глава девушек-служанок и аналогичное явление в Вацали, Сакхи и иных расах, таким образом. Но нас больше интересует Мадура раса. Наша мантра в Рапануга Сампрадай, мантра, передаваемая в Гуру Парампари, а все они в Мадура расе. Мадура раса является комбинацией всех рас. Ади раса, Ади раса, одно из названий этой расы, Ади раса, то есть самая изначальная раса. И она является комбинацией всех иных рас, Сакхи, Аватсалья, Дася, Шанта. Сущность, квинтэссенция всех иных рас представлена в Мадура расе. И также Мукха раса, то есть главная, основная, центральная раса в служении Кришне. И наше высочайшее достижение, нашим высочайшим достижением должно быть служение Радхаране. Она способна быть источником подлинного удовлетворения Кришны, и никто другой на это не способен, в такой степени. Лишь она. Она самая достойная, квалифицированная совершать подлинное служение Кришне. А мы должны занять соответствующее положение в иерархии служения ей, занять должную позицию, тогда мы обретем максимальное благо. В противном случае, если мы занимаем недолжную, неуместную позицию, тогда нам конец. у нас нет надежды то, что будет нашим нормальным положением и нормальным достижением. Необходимо занять должную позицию, уместную позицию, и тогда мы извлечем, получим максимальное вознаграждение, жалование в категориях любви, в категориях любви. Единицей расчета будет любовь, влечение к Кришне. Все больше и больше. Нам отплатят этой монетой любовь, влечение к Кришне. Если мы займем должное положение и будем совершать служение, тогда вознаграждение будет максимальным. В противном случае то будет некая аномалия, тщетный труд. Так или иначе, мы должны расставить все на свои места. Ближайший к нам руководитель, лидер, через которого указания, связанные со служением, доходят до меня, приходят ко мне. Тот, кто принимает мое служение и в должном русле направляет его к Кришне. Эти лидеры не являются преградой, помехой на моем пути, но они, суть, прозрачная среда посредники, которые помогают нам. Наша способность служить увеличится, возрастет. Когда служение будет проходить через них, оно станет самым чистым, и любая аномалия будет устранена. И служение достигнет Кришне в Его чистейшем качестве, чистейшего качества. Они наши хранители, они наши доброжелатели, посредники, и эти посредники не являются помехой, преградой в нашем поклонении, в нашем служении. Мы видим всегда это ключ. Махапрабу говорит, и многочисленные предные говорят, те, кто наделены силой, служить непосредственно. Подобно тому, как мы можем обрести максимальное благо от солнечного света, если находимся на уместном расстоянии от него. Но стоит нам приблизиться к солнцу, чуть ближе, оказаться рядом с ним, мы будем сожжены. Речь идет о занятии, о том, чтобы занять правильную позицию. И тогда мы обретем высшее благо. Это вопрос того, чтобы занять должную позицию, подходящее место. и качественное, и количественное, совершенным образом. Мы будем помещены в положение, в соответствующее положение. Наш гуру Махраша имел обыкновение говорить в свои последние дни, и всегда он говорил это. Религия означает занять правильную позицию. Правильная позиция. Мы должны пытаться осознать, понять, занять должную позицию. И это максимум, как Гегель сказал, умереть, чтобы жить. Умереть, чтобы жить. Это Вайкунха. Смерть в этом мире, но в вечном мире. Смерть отсутствует. Там умереть, чтобы жить, означает, принося себя в жертву, мы становимся великими. Здесь также частично, до известной степени. это явление наблюдается. Умереть, чтобы жить. И Господь для себя. Мы должны осознать это. Он наслаждающийся. Мы поставщики его наслаждения. Это наше естественное положение. И мы можем выжить только в этом измерении, с таким ему настроением. Отдавая, мы можем выжить, жить. мы должны усвоить подобную тенденцию. Служа, мы живем. Отрекаясь и эксплуатируя, мы умираем. Такова наша врожденная природа. Естественно, естество. Если мы примем этот принцип, тогда мы будем неуязвимы. Никто и ничто в этом мире не сумеет отвлечь нас до того принципа жизни, если мы займем должное положение. Что есть служение, что есть жертвенность, что есть самопредание и как насколько это благотворно для нас, особенно когда мы находимся в гуще грубой, в мире грубой эксплуатации. эксплуатация и отречение это два главных врага преданного. Если мы сумеем превозмочь этих врагов, оставить позади эту вражескую землю, то мы достигнем Вайкунхи и высочайшее положение занимает автоматическое спонтанное служение любви в мире в измерении Кришна Локи. Мы должны познакомиться с природой этих измерений бытия. Что есть что? И тогда мы сумеем наше сознание будет пребывать в измерении Кришна Лилы Гулоки. Что есть Фриндаван? Необходимо иметь представление об онтологической стороне. Что есть что? И когда мы получим его то мы будем неуязвимы мы будем достаточно смелы чтобы заявить миру будь уверен будь убежден говори всем и каждому спаси себя обрети связь с Кришной тебя ждет перспектива немыслимая для тебя перспектива почему ты тратишь богатство свое богатство здесь в этом бренном низменном мире эксплуатации в злокозненном мире почему ты вкладываешь свою энергию капитал в это измерение бытия в этом бренном низменном мире оставь его и иди ступай делай инвестиции все что есть у тебя клади деньги на счет такого банка банка который свободен от финансового кризиса и ты не представляешь что тебя ждет сейчас идут разговоры о России Америке Иране нефти проблема нефти величайшая проблема для этой цивилизации современной цивилизации поскольку арабские страны имеют месторождение нефти то все смотрят с жадными с завистливым взором на арабов и муссируют эту тему в центре всего нефти 2-3 года тому назад нефть нефть необходима для существования нашей цивилизации без нефти цивилизации погибнет так лучше нам начать войну лучше нам начать войну и погибнуть а иначе мы умрем от недостатка нефти погибнем нашей цивилизации придет конец если нефть запасы нефти будут исчерпаны но почему зачем нам нужна такая смерть лучше мы будем сражаться воевать и если мы победим то мы будем жить но мы не позволим нашей цивилизации умереть от голода от поста 2-3 года тому назад все эти темы муссировались я видел в газетах читал в газетах в газетах в газетах а чудананда однажды сказал он был послан Я посоветовал ему пожить какое-то время в обществе Дамодара Махараджа и найти там земельный участок, чтобы приобрести его. И Ачатананда прожил в его маске несколько дней. Дамодар Махарадж не мога ни в себе. И оставив Ачатананду в доме, он отправился собирать пожертвования. И осталось небольшое количество еды. Когда еда закончилась, то Ачатананда был вынужден поститься. Про постившие сутки он пришел ко мне. Я спросил его, в чем дело. Он сказал, Дамодар Махарадж ушел, а еда, которую он для меня оставил, закончилась. И я в прошлые сутки, последние сутки постился, и сегодня я тоже пощусь, и вот я пришел к вам. Признался Ачатананда. А Говинда Махарадж, или кто-то, спросил у него, а почему ты не пришел вчера? А он сказал, что вернется, отвечал Ачатананда. Дамодар Махарадж, зачем тебе это было нужно, поститься полтора дня? На что Ачатананда ответил, Кришна танцует. Он дал очень чарующий ответ, высшей степени чарующий. Кришна танцует. У него нет времени подумать ни о чем другом. И мы разбрасываем его волнами его танца. И кто-то ломает руки, кто-то ломает ноги, кто-то голову, увлекаемые волнами его танца. Бурей, поднимаемой его танцем. Что-то в этом роде. Он сказал. Да, он сказал. Кришна танцует. У него нет времени позаботиться о нас. И мы страдаем в результате. Нас разбрасывают в разные стороны, в вихрь, поднимая его радостным, эксотическим танцем. В разные стороны. А ему все равно. Его никто не интересует. Он танцует. Кришна танцует. Лила Господа. И это, конечно же, желанное явление для нас. Его танец. И мы скорее должны стремиться к тому, мечтать о том, чтобы он танцевал на нашей груди. Господь, зачем ты танцуешь на земле? Танцуй на мне, на моей груди. Вы приводили пример, то, что Горки Шор Дас Бабаджи говорил о имитации родовых мук. Да, имитация. Имитация не есть реализация. Мы должны в целом понять, что имитация не есть реализация, только внешняя имитация подражания. Одеть, надеть одежды саньяси не значит стать саньяси. Это скорее оскорбительно, не будучи саньяси имитировать, не став квалифицированным, чтобы занять определенное положение, занять его. Если мы просто одеваем одежды царя или полицейского офицера, чтобы обманывать публику, за это, это преступление, я буду наказан. В духовном мире нет подобного наказания в понятиях этого мира, но иное наказание ожидают подобных имитаторов. Поэтому наши хранители предостерегают нас в отношении имитаторов. Не общайтесь с ними. Пытайтесь понять, каковы истинные симптомы подлинного явления. Не стремитесь приобрести фальшивые товары. Фальшивые товары. Не все то золото, что блестит. Блеск не есть единственный критерий золота. Требуется еще кое-что. Существуют и другие симптомы. Нечто в этом роде. Ты понимаешь? Да. Это общее положение. Расхожая истина. Но когда речь идет о очень дорогостоящих реалиях, то подделка всегда возможна. Опасность подделки. Фальшивки. Вещи, которые стоят дорого, скорее всего, их станут подделывать. И имитация, фальшивка, нечто более опасное, нежели откровенная эксплуатация. Махи Раван. Кто-то из вас слышал о нем? Когда Рама сражался с Раваной на Ланке, в то время многие герои из армии Раваны, члены армии Раваны были убиты. И один сын Раваны в это время, он жил под землей в низшем мире, в подземном мире. Мне говорили, на случай атомной войны они строят бомбоубежище. Не так? Чтобы спастись от ядерных атак. Да, бомбоубежище называются эти места. Как технически называются эти места? Бомбоубежище. А, бомбоубежище. Именно это слово, да? Да. И они будут контролироваться машинами, роботами, да? То есть роботы будут контролировать подземный город. Так вот, этот Махи Раван, один из сыновей Равана, жил в подземном городе, в своем собственном городе под землей. и ему сообщили, он пришел к Равану и узнал о том, что такие-то и такие события произошли, практически все герои, военачальники погибли на поле битвы, и Махи Раван захотел дать Раване совет. Он сказал, «Зачем ты ввязался в эту битву?» «Зачем ты ввязался в эту битву?» «Рамачандра. Обычно у царей есть множество жен, многочисленные жены, но в данном случае только одна. Насколько же она любима им? И ты похитил ее?» «Это крайне прискорбный отец», заявил Махи Раван. «Ты должен вернуть ее мужу, и тогда воцарится мир». Но Равана разгневался. «Я призвал тебя, чтобы ты помог мне, не для того, чтобы выслушивать твое наставление». «Да, если так, — ответил Махи Раван, я готов пожертвовать собой». Он был магом очень высокого уровня, Махи Раван, великим волшебником. И он устроил так, что захотел Рамы Лакшмана перенести в свой подземный дворец. Ханумана. Вибишан был рядом с Рамачандрой. Он предостерегал Раму. Он говорил, «Этот мистик, этот маг, гипнотизер, волшебник, сын Раваны, явился, и он что-то затевает. «Ты, Хануман, — сказал Рибишан, обращаясь к Хануману, — ты должен уберечь Рамы Лакшмана. Я думаю, что он постарается, Махи Раван, похитить Рамы Лакшмана. Я думаю, что его планы таковы, замысел таков. Особенно ночью, ночью следует проявлять особую бдительность. Тогда Хануман построил временный павильон и стал на страже. И Ави Бишан обозревал фронт боевых действий, положение армии и прочее. Он спросил у Ханумана, «Никто не приходил?» Затем он вернулся к павильону и спросил, «Хануман, никто не приходил?» «Нет. Но только приходила Каушалья, мать Рамы, и сказала, «Я так давно не видела моего возлюбленного сына, покажи мне его». Но я прогнал ее. «Я не верю, что ты Каушалья, настоящая Каушалья». Затем Махи Раван приходил в образе отца Рамачандры, в разных формах, в разных обличиях приходил. Но Хануман сказал, «Будь бдителен, отец придет, не пускай его, я приказываю тебе». Таким образом, Вибишан предостерег Ханумана. Затем, когда многочисленные попытки потерпели крах, Махи Раван пошел на следующую уловку, он принял обличие самого Вибишана, пришел и спросил, «Хануман, ты сохраняешь бдительность, ты должен быть очень бдителен, если сам отец придет, не позволяю». «Нет, нет». «Они в безопасности?» «Ты уверен?» «Да, да, они в безопасности. Позволь мне убедиться в этом. Позволь мне войти». Хануман подумал, что перед ним Вибишан. Вибишан предостерегает меня в отношении Махи Равана, поэтому он позволил ему войти. Затем вновь Вибишан пришел. «Хануман, ты бдителен?» «Как так?» спросил Хануман. «Ты же только что вошел в павильон, в комнату». «О, Хануман, что ты наделал?» «На рама Лакшмана, что ты наделал?» Сказал настоящий Вибишан. Демон забрал, и они зашли, они увидели, что демон похитил Рама Лакшмана, их ладык. Что делать, Хануман? «На рама, это дверь, это дверь, и если ты можешь идти туда, там была дыра, проход в подземный мир». Хануман отправился вслед за ним. И это отдельная история, как он убил этого демона и спас Рамы Лакшмана. Но, имеется в виду, о чем идет речь? Он принял образ Вибишаны. Мы стремимся к высочайшему явлению, и если присутствует имитация этого высочайшего явления, то насколько пагубным будет эффект, насколько плачевная участь нас ждет. Мы должны быть крайне осторожны в отношении имитации. то, что мы ищем в силу нашей непостижимой благой удачи. Это явление не настолько дешево. Мы должны пытаться познакомиться, мы должны попытаться познакомиться с последовательностью, градацией, бытия. Таким образом, от материального мира к духовному мы не должны упускать шаги последовательности и стараться узнать о природе этих ступеней измерений. Когда что-то приходит, мы должны быть в состоянии распознать, о, источник этого явления, такое-то измерение. Только такое-то и такое измерение могло породить такую-такую-то вибрацию. Только так мы спасем себя. Имя, святое имя, мантра, имя, может быть, повсюду, даже в книгах можно найти имя. Но почему важен источник этого звука? Тот, кто живет в этом измерении, если он является источником этого звука, тогда звук будет подлинным. Подобно гомеопатическому лекарству. Внешне гомеопатические лекарства выглядят одинаково, шарики. Но есть внешняя оболочка и есть наполнение, суть, содержание. Редактор субтитров, субтитров, Росток преданности, растение преданности будет расти и пронзать различные оболочки, проходить сквозь различные измерения, пока не достигнет Кришна-концепцию Бога. Там оно растение преданности принесет плод, достигнув его святых стоп. Его святые стопы означают его параферналии, и постепенно душа займет определенное положение в мире служения и станет совершать священное служение, святое служение. Это явление именуется самбанда-гьяна, самбанда, абиде и праёжина. Три категории, три явления мы должны понять. Самбанда — это наше положение, положение, что есть что, праёжина, цель, и абиде — средство достижения цели, путь. Три категории мы должны понять. Такова классификация. Самбанда-гьяна, праёжина и абиде. Три категории, три категории, так мы должны понять, осознать, постепенно природу всего явления, к которому мы стремимся. Три категории, тlares, степенно воды, про классификация достижения, 大вел фин Shelton. Продолжение следует... Шила Шидарма, хорошо. Когда Вы впервые пришли сюда, Вы поклоняли Шилограмм Шиля? Нет, нет. Я пришел сюда с Гиридхари. Я принес сюда Говардхан Шилу. Махапрабху дал Говардхан Шилу Рагунатху Даса Госвами. Во Вриндаване, в целом, его последователя Поклонение Говардхан Шиле – это Рага Марка. Поклонение Говардхана Шиле – это Рага Марка. Шалограмм Шила – это поклонение в духе Вайкунхи. Поклонение Вайкунхи. Наш Гуру Махарадж хотел показать, что Голока выше Вайкунхи. Тот, кто достиг Голоки, он быстро проходит Вайкунху, оставляет ее позади. Это не есть наша цель. Это нечто провинциальное. Махапрабху и Прабхупат также. Обычно он давал Гиридхаре Говардхан Шилу своим преданным, особенно домохозяевам. Говардхан Шилу – поклоняйся им. Поклоняйтесь им. Это Кришна. Поклоняйтесь им. А Рагуна Дас Госвами также. Говорится, Туласи Манджари – Гунджа. Махапрабху Даламу Шилу – Адас Госвами привлек другие объекты поклонения, другую часть. Особые семена. Гунджа мало. Гунджа пол – то есть плоды Гунджа. Особые семена. Гирлянды из этих семян. Черновато-красные или красновато-черные семена. Очень красивые. Гунджа пол – гирлянды из этих семян. Дас Госвами украсил говардан этой гирляндой, и эту гирлянду он рассматривал как Радхарани. Маленькая гирлянда. Миниатюрная. Мы находим подобное описание в Чайтане Чаритамрите. Говардан Шила – это Кришна, а гирлянда – маленькая гирлянда из Гунджа Семен. Это Радхарани. С таким представлением Дас Госвами поклонялся. Тот даст Госвами, который рассматривается в качестве Ачарьи нашей высочайшей цели, место назначения Прайоджана Ачарья. Его знаменитая поэма. Когда Прабхупат декламировал эту шлоку, то мы видели, он был в высшей степени возбужден, иногда он лил слезы. Это Радхадаси. Это фундамент Радхадаси, наша высочайшая реализация, высочайшее достижение. Дас Госвами обращается к Радхарани таким следующим образом. О, моя госпожа, моя владычица, я живу с великой надеждой, питая великую надежду. Но сейчас я не в силах продолжать жить. Моему терпению пришел конец. Почему? Великая надежда. Великая надежда. Буквально сказано, тяжелая, тяжелая. Нечто в этом роде. Амрита Синду Мои. Словно это нечто состоит из нектара. Нектар на океан. Океан нектара, безбрежный океан. Безбрежный океан сладости. Так или иначе, он говорит, я пришел к подобному положению. Теперь моему терпению почти пришел конец. Я больше не могу терпеть силы мои на исходе сейчас. Теперь, если ты немедленно тотчас не обратишь твой милостивый взор для меня, прекрасный взор на эту бедную душу, если ты не прольешь капли нектара твоей милости на этот раз, в последний момент. Тогда я не желаю продолжать жизнь. Я больше не желаю жить. Я подошел к последней черте, к последнему рубежу. Я больше не смогу жить. Я не хочу жить. Я не желаю жить. Я не желаю. И какая необходимость для меня? Какой прок для меня в этой браджа? Подлинные достижения отсутствуют. Да какая же необходимость в этих парафернальях? Какой в них прок? Если подлинные достижения отсутствуют. Бхакаринапи. Я не хочу никакого прямого контакта с Кришной. Меня не интересует Кришна, если я не обрету твою милость. Кришна твой. Кришна твой. Он игрушка в твоих руках. Марионетка, кукла, по крайней мере, я понимаю это. Я могу быть неквалифицирован во всех иных отношениях, неквалифицирован. Но, по крайней мере, я понял это. Кришна есть марионетка в твоих руках. Я не хочу Кришну. Я хочу твоей милости. Я хочу обрести твою милость. Ничто не является вкусным для меня. Все стало безвкусным. Это высочайшая цель Гаудеи Вайшнава. Рада Каинкарьям. Ты понимаешь? И Махапрабу дал Дасу Госвами Гиридхари и затем Гунджамела. Эмблема. Это все шоу, своего рода сертификат. Нарайна Шила, Убасамскар, красные одежды, сертификаты. Гласящие, ты достиг определенной стадии. Нечто вроде станции ожидания. Дальше уже место назначения. А иначе имитация возможна. Имитация и эксплуатация. Ты станешь их жертвами. Поэтому иди таким путем. То был лейтмотив о всей проповеди нашего Гуру Махараджа. Это явление высоко над нашими головами. Мы не достойны, не квалифицированы забираться на эту вершину, подниматься на эту вершину. Мы стремимся к этому явлению. Мы должны только стремиться к подобным высоким реалиям. Это измерение моего Гуру Махараджа. Я не дерзаю вступать в это измерение. Я могу приблизиться к нему лишь ради служения моему Гуру Махараджа, но я вернусь на более низкий уровень, где я нахожусь, там, где я нахожусь. Таким был лейтмотив всего правоведнического движения нашего Гуру Махараджа. Пуджала Рагапата Гуру Махараджа. Вначале необходимо стать достойным, приобрести квалификацию, и тогда тебя призовут, возможно, призовут. Высшее измерение ради служения, непостижимое удача или достижение. Необходимо познакомиться, получить подлинное представление об измерении Вайкунхи, Затем выше Вайкунхи. Бхатлаппинг. 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 Но если ты попытаешься идти напрямую, сразу же запрыгнуть на тот уровень, то результаты будут плачевными. Вначале ты должен познакомиться с природой различных измерений бытия, понять градацию. Не пытайся зайти на эту вершину, подняться на эту вершину слишком быстро. Вначале упрочь свои позиции здесь. Под твоими ногами должна быть твердая почва. И только затем. Поскольку земля подобна сну, заветному сну. Вначале ты должен утвердиться в этом измерении и питать стремление, стремление достичь того измерения, высшего измерения. Наступит время, когда ты почувствуешь, что тебя берут в это измерение, и ты не сумеешь этому воспротивиться. Пока же питай и культимируй это стремление. Не пытайся вступить в то измерение, не будучи желанным там, без приглашения. Их взор обращен на тебя. И время придет, когда ты почувствуешь непреодолимое влечение. Тебя возьмут туда насильно. Не думай, что только воображение ты можешь достичь этого явления. Это явление реально и абсолютно сознательно. Взор, любящий взор хранителя обращен на тебя, на всех нас. Мы не должны думать, что мы останемся нами пренебрегут. Любящий взор хранителя обращен на нас, всех. Поэтому мы не должны пытаться поспешно достичь этого измерения. Тогда мы будем предателями. Станем предателями. Так учил наш гуру Махарадж. Пытайся увеличить, усилить, пытайся стать пригодным, достойным, квалифицированным. И не стремись занять пост. Проповедь. Это арчан. Но мы не должны пренебрегать арчаном. У проповедника нет времени. Он постоянно путешествует. Сегодня здесь, завтра там. Таким образом передвигается, перемещается. Проповедник должен совершать все ментально, в уме, манасева. Предполагается, что проповедники — суть мадья-мадьякари, преданные среднего класса. А начинающие будут в большей степени задействованы в арчане, поклонении. Те же, кто рассматриваются в качестве проповедников, предполагается, что он будет все совершать ментально. И также просадом. Каништа адхикари берет блюда, какие-то предметы, предлагает их божеству, затем принимает остатки. Но саньяси, все, что приходит к нему, он предлагает в уме, не физически, не на внешнем плане. В уме предлагает, затем принимает остатки. Утама адхикари не чувствует необходимости в предложении. Что бы ни приходило, он чувствует, это Кришна посылает мне. Такое представление. Никаких мантр, никаких параферналий. Ни ментально, ни физически. Но саньяси, проповедники, в целом путешествуют. Поэтому чистота арчана не может быть сохранена в их положении. И это не есть императив для них, арчан. Тем не менее, если он совершает арчан, в этом нет беды. Он может это делать. Но... Такое поклонение Гиридхари. Ему предлагается то, что доступно. А иначе он хранится в ящике. Мы можем думать о нем. А когда возникает возможность служения, то мы извлекаем его и поклоняемся. Я думал установить его на Мадьядвибе. Да, если там будет какое-то прибежище, то можно это сделать. Какой-то кровь. Когда я приехал сюда, то... Днем, то, что я готовил, я предлагал Гирираджу. И пел Бога Арати песню. Не обширное поклонение, но любые продукты я предлагал ему. Бога Арати. Днем я читал, а вечером повторял мантру на четках. Днем, поскольку денег не было, я использовал свет, чтобы читать электричество. Я что-то ел обычно в обеденное время. Закрывал дверь, а пел Бога Арати, предлагая. Я готовил сам для себя и совершал омовение в Ганге в 1941 году. В конце 1940 года, в декабре, я приехал сюда. В то время аренда дома стоила две рупии. Две рупии в месяц. За эти деньги я снимал, на эти средства я снимал дом. Затем арендовал дом за четыре рупии. Две комнаты, веранда. Одна веранда открытая, другая закрытая. Кухня, колодец, уборная и ограда. Всего лишь четыре рупии в месяц. Затем Шачи Бабу, он был мультимиллионер. Он построил дом Гуру Махараджи и большой храм в месте рождения Махапрабу, купил для меня эту землю. И я переехал сюда и стал жить в хижине в 1942 году, в день Радхаятра. Это произошло. Радхаятра Джаганата. В тот день я переехал в хижину, сюда. И с того времени я живу здесь. В том году было наводнение. Полтора месяца. И мы жили в лодках. все было залито. И одна змея Один раз приползла. И туча москитов. Полтора месяца. Я прожил так. Один джентльмен приносил мне фрукты, а пол превратился в грязь из-за воды. Фото Прабхупады висело наверху. Я клал камни сверху асану, садился и предлагал фотографии Парам Гурудева и Гиридхари. Затем храм был построен. Один джентльмен принес шалограмм. Но поклонение шалограмму очень строгое. Природа шалограммы также объясняется в Писаниях. Природа поклонения ему. А, природа того шалограмма была объяснена в Писаниях. Лакшмина Расимха Дева. Очень строгие правила предписания, связанные с поклонением ему. Если человек не квалифицирован, не вполне квалифицирован и начинает поклонение, то он будет наказан за свои оскорбления. Такова его природа. Этот человек был великим пандитом. Восемь ученых степеней в области санскрита. Профессор, знаток санскрита, Брамин из Меднапура. Он не мог хранить у себя этот шалограмм. И он передал этот шалограмм мне. И я взял его. И я подумал, ему должно совершаться поклонение здесь. Плохое или хорошее? Сегодня я на этом остановлюсь.